Добрый день, с вами Екатерина Уланова, она же Каби. Сегодня постараюсь ответить на все ваши вопросы в рубрике «Гинамо отвечает». Поехали! Прямо вот сегодня не до юмора, я так устала, я не выспалась, я выпила. Мандраж не от интервью, а мандраж от… Ладно, поехали. Погнали. Вопрос от Олега Карачева или Карачева. Хоккей или футбол? Футбол. Конечно, футбол. Болею за ЦСКА, армейцы Москвы. Вот, Спирик, привет. Вероника Филимонова. Почему стала именно Либера, а не нападающий, например? Вы знаете, с моим ростом метр семьдесят очень тяжело быть достойным нападающим, хотя в начале своей карьеры в детской спортивной школе я начинала как нападающие четвертой зоны. А вот, Сергей Кузнецов. Перепалки с братом. Кто Либера лучше, бывает часто или при встречах волейбол не обсуждается? При встречах волейбол обсуждается всегда, но перепалок с братом по поводу, кто лучше и кто достойнее в нашей семье, не бывает. Мы оба хороши. Что скрывать? Сергей Смирнов. Екатерина. Были ли в вашей жизни поступки, за которые вам до сих пор стыдно? Расскажите хотя бы про один такой случай. Один поступок из недавнего прошлого, про который Екатерина Гамова даже рассказывала в своей книге, когда мы уехали с Катей и с Лесей, не спросив тренера в Москву. А на следующий день нам надо было улетать в Омск вместе с командой. А по возвращению из Москвы в Казань рейс отменили. И мы не попали на тренировку и, собственно, не могли улететь с командой. Вот за это было очень стыдно. Решал Сергей Динович. Еще раз простите, Сергей Николаевич, простите. Волошина Дарья, 72-12. У вас появилась возможность снять фильм. Про что он будет? Интересно. Если про волейбол, то кого бы вы задействовали среди всех игроков планеты? Про что бы я сняла фильм? Наверное, если бы я сама снимала фильм, скорее всего, это был про войну, про Великую Отечественную. Это обязательно. А если про волейбол, потому что, видимо, девушка хочет, чтобы фильм был про волейбол, то, наверное, я бы сняла не с игроками, а с тренерами. То есть про историю тренеров у нас только великих. Поле 61. Если бы вы могли исполнить одно желание для большинства людей, что это было? Ну, наверное, излечить от какой-нибудь болезни, от рака, вот так. Если, потому что сейчас это у нас эпидемия 21 века, наверное, если бы я могла, я бы это с удовольствием сделала. Лилия Рамилевна, кто из ваших близких обычно присутствует на матчах? Кто ваш главный болельщик и за какую мужскую волейбольную команду вы болеете? Болею я за «Зенит Казань». Я думаю, это многим понятно. И в последнее время стала болеть за мужскую команду «Динамо Москва», потому что у меня играет там мой брат. Мой главный болельщик – это мой муж, потому что это моя душина на играх. Мой главный помощник и болельщик, по возможности, он старается присутствовать на всех моих важных, да и не только важных матчах. Абдекалыкова, 99, 1111. Какие у вас сложные никнеймы? Говорят, что в жизни нужно попробовать все. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете? Я никогда не попробую наркотики. То есть из запрещенного для меня это вот прямо табу. Так, опишите, какой вы видите свою жизнь через 20 лет. У меня будет дом, я буду многодетной мамой. Если это утро, я, наверное, буду на балкон выходить с чашечкой кофе и с газеткой. А если вечер, то с бокалом вина и с журнальчиком, может быть, или то, что с газеткой. Ну, как-то так. Алиса... ЗГБ. Кем хотели стать в детстве? Зубным врачом. Я любила лечить зубы и хотела быть зубным врачом. Странно, да, для ребенка? А мне нравился этот вот запах от бормашинки. Какая-то я ненормальная была, согласна. П. Припевка. Есть ли у вас в команде какие-то неизменные традиции? Да, конечно, есть. Одна традиция, очень известная, про нее рассказывала не только я, но и наши девочки в интервью часто. Это на Новый год мы вытаскиваем бумажки с именами и дарим друг другу подарки. И также именинники у нас всегда проставляются. Я считаю, это тоже хорошая традиция. Кто по старше может покрепче, кто помладше сладкая. Денчик 17. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Денчик. Если бы вам предложили играть за любую команду за границей, какой вы выбрали? Наверное, бы хотел попробовать в итальянском чемпионате поиграть. И в японском. А какая конкретно команда, все равно. Какой момент хотели бы пережить снова? Лига чемпионов, да, этот матч. Потому что, вот открою вам секрет, это за всю мою карьеру у меня тряслись коленки перед этим матчем. У меня на Олимпиаде не тряслись. То есть, я сидела в раздевалке, если меня сейчас видно, у меня вот так вот, я так вот их останавливала, они у меня продолжали вот так вот трястись. То есть, это был единственный раз. Вот у меня сейчас до сих пор мурашки. Вот. И, наверное, хотела бы пережить, когда я родилась. Я, конечно, черта не помню, но мне кажется, это было круто. У мамы. Ибрагимов.р. Каби, привет. Привет. Это правда, что старики прессуют молодежь Динамо? Конечно, правда. Вот я прям сейчас серьезно. То есть, конечно, правда. Мы их не то, что прессуем, но я считаю, что мы их правильно воспитываем. То есть, переемственность поколений должна быть. Диана Габдурахманова. Как ты считаешь, лидером становятся или рождаются? Я думаю, что становятся. Обязательно. Алибером. Алибером рождаются. П. Припевка. Дрались в детстве с братом. О, да. Да. Хорошо, что это длилось недолго. Недолгий период нашего взросления. Но мы дрались. Очень сильно, говоря. В рукопашный бой. Иван. 1981, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Цапелька или курочки? Курочки. Это мои пижамы. На одной цапельке, на другой курочки есть. Я очень люблю пижамы. Все девочки знают, что я и хожу в них, и сплю, и ем. Вот. И это одна из моих любимых. Мамуш. 14 гендир. Самая ненужная покупка, которую ты делала. Никнэм я сама создавала. Потому что кабель 14, 14 кабель были уже заняты. Решили сделать 14 генеральный директор. Это моя мама. У меня есть не тостерница, а сэндвичница, которую я заказала в интернет-магазине. Она вот у меня больше года стоит, и я даже ее вот только пыль протираю. Зачем заказала? Думала, буду на завтрак сэндвичи готовить. Тортик 22. Пример для вас из Либера мирового волейбола. Вербов Алексей. Леша, привет. Если бы вы предложили прыгнуть с парашютом в дуэте, то кого бы вы взяли с собой? А, ну, однозначно мужа. Во-первых, он уже прыгал. А во-вторых, ну, это самый надежный человек для меня. Надеюсь, не было бы страшно. Хотя я очень боюсь и не планирую прыгать с парашютом. Дорогие мои, спасибо вам за такие замечательные вопросы. Их было очень много. И я готова озвучить самый интересный вопрос. Это у нас Волошина Дарья, 72.12. Вопрос про фильм. И Дарья получит памятные сувениры «Динамо Казань» с моими автографами. Спасибо за такой крутой вопрос. Продолжение следует...